здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок меня зовут сотникова светлана я ландшафтный дизайнер и растение вот сегодня мы с вами будем говорить об удивительной лиане киви которая растет нашей полосе это растение называется актинидия обратите внимание за моей спиной беседка укрытая этой лианой актинидия вьющееся растение независимо от вида но актинидии тоже бывают разные например многим давно известно актинидия коломикта это достаточно легкая быстрорастущая лиана которая на второй год жизни уже дает свои первые плоды созревают эти плоды как правило к первому сентября август конец августа за моей спиной вы видите растение которое называется актинидия аргута или актинидия острая это очень крупная мощная и тяжелая лиана с крепкими ветками и жесткими листьями обратите внимание вот эта ветка это годовой прирост годичный прирост этой лианы вот этих как минимум два с половиной метра выросла в этом году и это всего лишь одна веточка за что мы любим это растение естественно за его замечательные плоды что такое плоды актинидии объясню чтобы было понятно из этой раз из этого растения из актинидии в далекой новой зеландии вывели всем известный нам плод киви но вы все покупали в магазине киви вы знаете что это достаточно крупная ягода мохнатая которую нужно чистить и потом кушать плоды у актинидии не имеют ворсинок на поверхности и их можно кушать целиком кроме того в домашних условиях они вызревают полностью и они на самом деле очень-очень сладкие поэтому это растение остается желанным и любимым в наших садах у актинидии есть еще один существенный плюс еще одна полезная функция этого растения это быстро растущая лиана очень быстро растущая и если вам нужно увидеть забор или беседку то лучше чем актинидия мало какое растение может справиться с такой задачей по крайней мере быстро у нее есть такие же особенности как у всех остальных лиан мы о них поговорим но на третий год ваш забор будет плотно и надежно спрятан под красивой листву и сейчас для сравнения я покажу вам листочки актинидии аргуты и актинидии коломикты чтобы было понятно чем они отличаются внешне и плоды вот пожалуйста обратите внимание на листочки актинидии коломикта вот эти окрашенные листики окрашенные листики белая часть розовеющий листочек это листья актинидии коломикта мужского растения у женского растения актинидии коломикта листочки простые абсолютно зеленые поэтому мужские экземпляры актинидии коломикта очень часто используют для украшения для придания дополнительного цвета в саду для колористики вот такую окраску своеобразную актинидия коломикта приобретают только на солнце то есть если ветви вашей лианы поднялись на солнечное место вытянулись они могут окраситься в такой замечательный белый и белорозовый цвет актинидия аргута при этом обратите внимание пожалуйста на ее лист я оторву лист жесткий глянцевый у него нет резного края он абсолютно гладкий простой листик и у мужских и у женских растений может немного отличаться форма может листик быть более широкий или наоборот более вытянутый в зависимости от сорта но он гладенький за счет того что лист актинидии аргута такой плотный она обеспечивает гораздо большую плотность когда образуют укрытие беседку шалаш сильный дождь можно находиться вот в этой беседке и капли на вас попадать не будут потому что актинидия очень плотно заплела эту конструкцию сверху сейчас о ягодах я вам продемонстрирую плод актинидии коломикта той цветные листочки которые мы сейчас рассматривали вот это взрослый плодик актинидия коломикта цветет довольно рано и она уже совсем скоро будет готова созреет сейчас конец июля в конце августа она уже будет абсолютно спелой сейчас ягода практически достигла своего зрелого взрослого размера актинидия коломикта а вот это плодики актинидии аргута сейчас конец июля и актинидия аргута она только-только недавно отсвела она созреет в октябре сейчас плодики ну почти одинаковые хотя аргута уже немножко больше актинидия аргута отсвела в конце июня иногда может цвести в начале июля даже и она только-только завязалась плодик начинает расти вот в этой баночке у меня взрослые плоды они будут готовы в октябре сейчас он выглядит вот так а к октябрю он достигнет примерно вот такого размера по вкусу плоды чрезвычайно сладкие попробуйте купить в магазине ягоду киви и дать ей окончательно созреть ну тогда вы вы сможете примерно представить что такое актинидия аргута на самом деле у нее есть сорта ананасная например сорт ананасная он приторно медово-сладкий есть сорт джамба гигант вот представлена его ягода ананасная на самом деле немножечко поменьше но она очень очень сладкая джамба очень очень крупная бывают сорта красного оттенка у них название как правило присутствует слово red и ягода сама и снаружи и даже внутри в теле имеет красный оттенок сортов на самом деле очень много подчеркиваю что бывает дикая видовая актинидия аргута без указания сорта тогда она тоже созреет летом а не осенью и ее взрослая ягода будет всего лишь навсего вот такого размера если вы приобретаете актинидию аргута без указания сорта то ягода у вас будет не слишком большая и не слишком сладкая актинидия аргута сортовая очень сладкая вкусная ягода обращаю ваше внимание на то чтобы вы все-таки имели в виду сорт я уже говорила о том что актинидия имеет мужские и женские экземпляры для актинидии коломикта это абсолютно существенно чем отличается мужское растение от женского не биолог не специалист не отлечит отличить можно только во время цветения по наличию тычинок и пестиков на цветке у женского растения будут хорошие большие крупные пестики которые потом впоследствии преобразуются в ягоду вот вы видите что это крупный увеличенный пестик растения который постепенно постепенно набухает и становится ягодкой у мужского растения на цветочках будут только тычинки а пестик будет маленький и недоразвитый иначе вы не отличите никак ну либо у коломикты мужские растения окрашиваются листочки окрашиваются на свету у актинидии аргуты не окрашивается ничего и отличить ее можно действительно только по цветочкам но здесь есть нюанс те растения те саженцы актинидии аргута которые нам представляют в питомниках как мужские на самом деле они могут сами себя опылять у них цветочков есть и тычинки и пестики поэтому на них тоже будет ягода немножечко мельче немножечко не такая вкусная не такая сладкая как на женских экземплярах но тем не менее ягода будет как правило одно мужское растение высаживают в группу с тремя или четырьмя женскими растениями его достаточно для опыления на этой беседке у меня высажено четыре растения одно мужское и три женских разных сортов когда пришла пора плодоношения растения вступили в возраст плодоношения у меня заплодоносило почему-то одно только одно я испугалась думаю неужели обманули неужели обманули и у меня получилась одна девочка и три мальчика оказалось нет просто так называемое мужское растение вступила в свое плодоношение на год раньше в питомниках часто дают информацию о растении и говорят что актинидия аргута способна вступить в плодоношение на третий четвертый год действительно это так но это будет актуальным для южных регионов для более теплых мне пришлось ждать семь лет некоторым моим знакомым пришлось ждать восемь или девять лет прежде чем актинидия дала свои первые плоды но вы знаете оно стоило того если семья способна съесть четыре ведра вкусных ягод за один вечер то наверное это о чем-то говорит ягода действительно потрясающая немножко об агротехнике что такое актинидия как ее высаживать и что она любит что она не любит как любая лиана актинидия любит находиться в таком месте чтобы ее корни были притянены корни в тени а побеги должны иметь возможность выбраться на солнце на свет это относится ко всем вьющимся растениям которые выращиваются в нашем климате и в частности очень чувствительно к этому актинидия поэтому у меня с той стороны юг с этой стороны беседка длинная с этой стороны северная сторона и они высажены вдоль северной стороны чтобы на них не попадала южное солнце чтобы южное солнце не обжигала их корни почему так потому что у актинидии поверхностная корневая система если совсем-совсем немножечко на пять сантиметров копнуть здесь землю то мы увидим толстый слой корней актинидии они идут прямо под поверхностью земли поэтому когда солнце светит ярко и верхний слой земли нагревается корни пересыхают поэтому корни должны находиться в тени чтобы они не пересыхали это особенность данного растения хочу обратить ваше внимание на стебель актинидии это очень толстая лиана вот этому стволику примерно 10 лет вот моя рука вы видите что толщина около 8 сантиметров и веток таких у каждой лианы несколько обратите внимание как ветки закрутились одна вокруг другой вам придется это учитывать когда вы будете высаживать свой маленький саженец потому что молодые веточки крутятся вот я могу показать на молодой веточке смотрите как она закрутилась одна за другую или даже сама за себя макушечка сама по себе пошла виться если она сделает несколько оборотов а потом ветка будет утолщаться она будет становиться такой же толстой постепенно то вот эта маленькая тоненькая веточка которая обвела собой большую она ее просто задушит если она ее задушит значит полезные вещества перестанут поступать в это растение а если полезные вещества перестанут поступать в растения значит она может засохнуть поэтому при посадке молодого саженца, пожалуйста, раскручивайте ветки и направляйте их на опору. Лучше, чтобы опора была деревянная, потому что в нашем достаточно негорячем климате дерево это все-таки считается теплым материалом и актинидий на нем будет гораздо удобнее. Благодарю за внимание.